Качество и продолжительность жизни людей во многом зависят от науки и от того, насколько быстро и успешно новые разработки в сфере медицины будут внедрены в практику. К сожалению, проблема разрыва между наукой и медицинским образованием и клинической практикой действительно существует, но лишь интегрировав эти компоненты, возможно улучшить систему здравоохранения. Данную проблему решают в Казанском федеральном университете, развивая трансляционную медицину. Что означает трансляция? Это очень быстрая передача данных из лаборатории в клинику, от лабораторного стола к практическому применению. Ведь новые технологии, новые знания должны быть быстро доставлены из лаборатории в клинику. Таким образом, трансляция – это главный приоритет для нас не только в работе, но и в образовании. Объединение образования, науки и клинической практики в Казанском федеральном университете произошло на базе стратегической академической единицы «Трансляционная 7П медицина». Это новая площадка для координации междисциплинарных исследований в области медицины и подготовки практикоориентированных специалистов. Что значит подход 7П? Казанские ученые расширили традиционную концепцию 4П, которая предполагает развитие персонализированной, прогностической, профилактической и партиспативной медицины. Этот подход дополнен такими принципами, как подготовка новых кадров, упреждающие исследования, эволюция соприкосновения больного с медициной. Есть ли у нас профессионалы, чтобы представить эту персонализированную или 4П медицину в сфере здравоохранения? Нет. То есть мы должны обеспечить обучение специалистов такого уровня. Это новая задача – обеспечение. Мы должны разработать новые технологии, упреждающие новые технологии, более дешевые и точные. И постановкой задачи – упреждение. И, конечно, у нас очень развитая инфраструктура. Наша клиника является также точкой ухода за пациентом, что является новой задачей. Казанский федеральный университет – единственный вуз в России, в котором создан полный цикл предклинических и клинических исследований в области медицины. Внедрение новых методов осуществляется на базе собственной университетской клиники. Кроме того, здесь на базе стратегической академической единицы функционирует четыре центра превосходства и 17 лабораторий. А исследования, которые выходят из этих стен, обращают на себя внимание мирового научного сообщества. Ведущий научный сотрудник КФУ Олег Гусев за исследование способности земных организмов переносить космические условия получил молодежную Нобелевскую премию. Мы выбрали несколько очень интересных групп организмов, которые отличаются уникальными способностями к выживанию. Это значит, такая пиявка, например, которую можно бросить в жидкий азот, она полностью кристаллизуется, а потом настолько лютим, она оживает и дальше ползает. Или такой мотыль, который для рыбалки используется, его можно высушить, послать на Марс, он вернется и будет живой, к примеру. Или вот, например, сон, такое существо, похожее на мушку, оно спать может 11 месяцев в году. Это же огромная уникальная проблема, как можно затормозить развитие целого эмбриона, не убивая его. Стратегическая академическая единица 7П медицина открыта для сотрудничества с учеными, университетами и научными центрами со всего мира. Сегодня КФУ реализует совместные проекты в области медицины с двумя сотнями партнеров из России и из-за рубежа. Один из наиболее амбициозных проектов – умная IT-клиника трансляционной медицины. Над ее созданием сегодня работают ученые КФУ, Японский научно-исследовательский институт РИКЕН и Японский университет Джинтенда. Казань является центром медицинских исследований и у нас общая цель, так что мы работаем над улучшением условий клиник. Прорывные научные открытия и инновационные проекты требуют междисциплинарного подхода, поэтому сегодня в рамках стратегической академической единицы трудятся не только медики, биологи и химики, но и физики, IT-специалисты, экономисты и даже лингвисты. Последние, к примеру, вовлечены в работу Центра доказательной медицины Кокрейн России, который был основан в КФУ в 2015 году. Это первое в России подразделение международного сообщества Кокрейн, которое занимается систематизацией всех исследований в области медицины, координируя, собирая имеющиеся знания воедино, чтобы создать базу наиболее достоверных сведений о существующих лекарственных средствах и медицинских методах. Интернет действительно на сегодня предлагает невероятный объем информации. И есть очень многие наши молодые люди, я знаю, есть молодые мамы, которые предпочитают лечить своих детей, потому что им подскажет в форме мама другого ребенка. И это совсем не всегда правильно. И я думаю, вот в качестве альтернативы этому мы предлагаем резюме на простом языке, которые доступны для всех и специально предпринимаются очень серьезные усилия, и, поверьте мне, это очень сложно, очень специфическую, трудную методологическую, трудную профессиональную тему изложить на простом языке. Мы уже сейчас видим изменения, которые последовали после координации с Россией. Более пяти тысяч какрейновских обзоров были переведены на русский язык. Казань – привилегированный российский город, где доказательная медицина развивается особо успешно. И это здорово. Быть здесь и видеть, что наука развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Казани. Для нас большая честь работать с Казани. Работа по принципу трансляции последних научных знаний в практику открывает Казанскому Федеральному Университету широкие возможности для изготовления инновационных лекарственных средств. К 2020 году здесь планируют поставить на поток фармацевтическое производство. Казанский Федеральный Университет вошел в число участников программы «Фарма-2020» в 2011 году. На площади почти в 5000 квадратных метров за 4 года нам предстояло организовать научно-образовательный центр и опытное производство по разработке организации производства инновационных лекарственных средств и субстанций. Созданная на сегодняшний день инфраструктура позволяет проводить полный цикл доклинических испытаний, начиная от синтеза лекарственных средств, проведения исследований инвитра в пробирке и исследований инвива на животных. Немаловажно, что Казанский Федеральный Университет не только развивает научные исследования в области медицины, но и готовит специалистов нового поколения, способных использовать инновационные подходы в практике. Для того, чтобы максимально приблизить обучающихся к клиническим условиям, в КФУ открыли стимуляционный центр, который стал прототипом подобных образовательных площадок не только в России, но и в Японии. В КФУ обучают не только врачей, но и всех работников отрасли здравоохранения. Одна из основных задач САЭСМП – медицина – трансформация образовательных программ всех уровней, а также создание единого научно-образовательного пространства подготовки кадров для здравоохранения. Ведь главное действующее лицо в медицине – это прежде всего специалист, от профессионализма которого зависят здоровье и жизни людей. Сегодня Казанский Федеральный университет взращивает именно такие кадры, которые смогут сделать наши завтра более счастливым.